На официальной странице Samsung в мексиканском сегменте интернета появилось упоминание эксклюзивного флагмана компании Samsung Galaxy S21 FE, которая может указывать на скорый анонс данного устройства. Его по слухам должны были презентовать в конце лета. Samsung Galaxy S21 Fan Edition должен иметь плоский экран Full HD Plus и пластиковую заднюю панель. Блок основной камеры выглядит иначе за счет того, что он сделан из того же пластика, что и задняя панель. Благодаря этому, S21 Fan Edition можно сразу отличить от обычного Samsung Galaxy S21. Новинка будет соответствовать степени защиты IP68, то есть будет пылей влагозащищенной. По данным проверенных источников, на этот раз размер экрана будет немного меньше, чем в прошлогоднем смартфоне. Он получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Разработчики установят 32-мегапиксельный сенсор изображения в фронтальную камеру, тогда как у Galaxy S21 и S21 Plus 10-мегапиксельный сенсор. Samsung Galaxy S21 Fan Edition должен работать на Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 888 в разных регионах мира. Смартфон предположительно получит две модификации с 6 или 8 гигабайтами АЗУ и 128 или 256 гигабайтами флеш-памяти соответственно. Также по данным Strategy Analytics, Samsung больше не является самым успешным продавцом телефонов с поддержкой 5G. По итогам первого квартала южнокорейский гигант уступил первое место Apple, которая вышла в лидеры благодаря линейке iPhone 12, получившей поддержку сетей пятого поколения и активно покупавшейся пользователями в США, Китае и Европе. По оценкам аналитиков, в первом квартале этого года было продано 40 миллионов iPhone 5G, что позволило Apple контролировать почти треть рынка смартфонов – около 30%. Удивительно, но Oppo заняла второе место с 22 миллионами смартфонов 5G и долей рынка в 16%. Замыкает первую тройку Vivo с результатом 20 миллионов проданных смартфонов 5G и 14% рынка. По итогам первых трех месяцев текущего года компания Samsung оказалась на четвертой строчке рейтинга. Доля компании снизилась почти в три раза по сравнению с результатами первого квартала 2020 года. Сейчас 5G-смартфоны южнокорейского гиганта занимают 13% рынка, против 35% годом ранее. Продано 17 миллионов устройств Samsung, поддерживающих сети пятого поколения.